Всем привет! С вами Валерия. Сегодня я показываю вам мой творческий процесс, мою творческую мастерскую. Вы скажете, почему ты сидишь на полу? Почему ты сидишь в три погибели, на полу согнувшаяся, вся прижатая? Потому что это так, как я рисую свои картины. Звучит, конечно, ну как, не очень выразительно, но это правда жизнь, это проза художника, что для того, чтобы сотворить картину, нужно попыхтеть, нужно постараться. Вот. И вот так согнувшись на полу, я рисую свои картины в течение иногда трех, четырех, иногда пяти часов. То есть, что я хочу показать творческий процесс людям, которые думают, что картины рисуются легкими движениями, кисточки. Нет, у меня ничего не рисуется легкими движениями. Я все это создаю вот этими руками, вот этими мелками, вот с этими коробочками. У меня вот все использованное, чтобы все было видно, что это все, что это все используется, что это, как говорится, все в ход идет. Все, уже все идет. Ну вот только вот палитра у меня тут, ну палитра у меня чистая, потому что я редко рисую акриловыми красками, но я ими тоже рисую, как говорится, иногда. Вот. Так что сегодня я вам снимаю такое коротенькое видео, хотя я уже одно сна, чтобы показать вам свои зарисовки, свои дизайны и то, как я все это создаю, чтобы вам не казалось, что это рисует кто-то другой. Это рисую я. Вот. Это мои зарисовки, это мои дизайны, это будущее, мои картины абстрактные. Да, я сижу тут на полу, но я думаю, что видно хорошо. Вот. Я рисую их одновременно, синхронно, обязательно стараюсь, чтобы они были созвучны, чтобы получался один ансамбль, одна коллекция. Вот. Рисую в разном формате. Конечно же, я достаю и большие бумаги, вот, как я люблю большой формат. Ну, это самый начальный этап. В начальном этапе, в начальном этапе, как говорится, все выглядит не так, как оно выглядит потом. Поначалу все кажется совершенно другим. Вот. Но сегодня я, сегодня я делаю это видео тоже такое коротенькое, со своими инструментами. Вот эти, например, я не часто использую. Это такое чувство, что я буду что-то штукатурить. Сейчас стены я буду красить и всю штукуатурить. Но на самом деле это тоже используется для пастели, для нанесения краски. Ой, как я люблю наносить краску, это прямо у меня любовь. И запах краски, кстати, тоже очень люблю. Всегда любила, но не признавалась. А зачем признаваться? Сиди молча, сиди молча и рисуй. Вот. А еще в детстве я хочу сказать, что моя любовь, моя страсть к краскам еще была с детства, потому что меня сажала моя мама, и она меня оставляла. Часами я могла сидеть там, что-то вырисовывать, что-то скрести, что-то вот ручечками, карандашиками. Вот. Ну, это влилось, конечно же, в большую любовь и в мою, в мою страсть, в мои картины, в мое творчество. То, что я делаю, то, что я делаю с большой любовью. Вот. И позы я на полу создаю. Ну, надо показывать реалии. Поэтому реальность, прозу жизни. Поэтому вот. На этом я закончу. Сейчас я вам покажу, сделаю небольшой обзор. Я уже показывала, но сейчас. Сейчас. Ой, камера уехала. Все, улетела. Улетела. Вот у меня здесь находится мой коврик. Коврик для художника. Я уже говорила, что коврик я использую тоже для того, чтобы творить. Коврик для художника. Это самое главное. Потому что на нем можно ползать и можно перемещаться. И не холодно зимой. Хотя здесь в Аленсе не холодно. Ну, коврик остался. Коврик есть. Я его использую. Вот. Очень радостно. Вот. Это мои дизайны. Это я, которая сижу на полу. Камера у меня шатается во все стороны. Но надо как? Надо стараться. Вот я стараюсь. Вот она у меня шатается. Все. Думаю, на этом я буду заканчивать. Так. Заканчивать я буду своей готовой работы. Мне очень нравится. Не обращайте внимания на круги в глазах. Потому что я не знаю, как эту штуку убрать. Она у меня отражается в глазах. Это очень весело. Вот. Но это вот готовая моя картина. Этим я хочу завершить это радостное, веселое видео. Да. Я, похоже, на пришельце. Боже, как мне нравится. Это так оригинально, когда нет света. И когда приходится включать этот круг. Надо было его не включать. Ну, ладно. Ну, раз включила уже, пускай будет. Так что вот. Я заканчиваю на этой радостной малиновой ноте. Все. Приходите на мой канал. Я буду вам показывать свою прозу. Творческую прозу. Вот. У меня здесь все стоит. Все разложено. А. Вот эти тоже картины не показала. Это тоже мой стол. Здесь тоже у меня нагружено всего. И краски, и кисти, и бумаги, и чего только нет. У меня все здесь разложено. Но я всегда это все держу под рукой. Почему? Чтобы не забыть. Вдруг пригодится. А ты не знаешь, когда тебе может пригодиться вот эта штукатурная щеговина. Как она называется? Во. Во. Штукатурная лопатка. Ты не знаешь, когда она тебе пригодится. Поэтому я всегда держу это все под рукой. Сейчас я нагнусь. Вот. С тремя ножками у меня. Я держу... Баночка с тремя ножками. Я держу все под рукой, чтобы у меня все было рядышком. Чтобы я могла все это использовать. Хотя я потом никогда не использую. Все делаю руками. Все делаю вот этими ручками. Все создаю сама. Нет у меня никаких помощников в этом деле. Но в этом и есть счастье и радость. И в этом и есть какая-то магия. Да? Того, что человек творит. Все. Я думаю, что на этом закончу. Все, хватит. С вами была Валерия из Валенсии. Пока-пока.